приветствую на пасаран меня зовут александр некоторые люди считают что мобилизация вперед весеннего призыва просто-напросто невозможно а другие люди утверждают что мобилизация до проведения инаугурации президента россии федерации инаугурации путина невозможно также а еще третье люди считали и до сих пор она продолжает считать что мобилизация невозможно из-за того что система не готова к проведению мобилизационных мероприятий потому что она просто-напросто не сможет обработать все заявки не сможет разослать тем повестки все серверы упадут и просто-напросто ничего у системы не получится я хочу сказать что как работник бывший работник системы как отпахавший на госслужбе более 10 лет могу сказать и который человек который занимался воинским учетом могу точно прямо откровенно честно и смело заявить что это не так это ошибочно и вот почему дело в том что сожалению люди ошибочно думают что касается весеннего призыва что людей будут призывать те же военкоматы те же сотрудники мобилизации людей будут призывать будут заниматься мобилизованным те же люди которые занимаются сроки призывом ребят на срочную службу это в корне не так при мобилизации особенно при головальной мобилизации вся тяжесть ляжет на мобилизационные пункты и в этих пунктах мобильзон мобилизационных будут работать не конечно же сотрудники вангмат но к ним поддержку прибудут люди которые будут прибудут люди из организации люди которые не идут на фронт не идут на войну если попросту можно сказать и каково же их будет счастье когда они будут править других людей на фронт а сами идти на фронт не будут я думаю вы понимаете с каким усердием будут они будут заниматься призывом людей призывом в большинстве случаев мужчин по мобилизации на войну и не нужно питать иллюзии что вот если вперед весеннего призыва если весенний осенний призыв происходит от этого зависит вот мобилизации нет это нет не зависит если есть какая-то цель для государства а попали позднее в этом видео я расскажу какие цели могут преследовать государство путин или какие-то другие деятели министры обороны какой целью они могут объявлять мобилизацию но это конечно понятно но не это причина и объявление мобилизации точно и не является то что готовый военкомат проведение мобилизации или нет никогда государство не волновало способность подчиненных выполнять их приказы есть приказ особенно военных его нужно исполнить если кто-то не может исполнить прибудет применить санкции и он завтра исполнить два раза этот уже приказ в вдвоем объеме и с большим усердием что касается других заявлений других мнений что до инаугурации президента мобилизации не будет тоже в корне не так со стороны обычного человека да конечно это событие взаимосвязано на самом деле не так мобилизация происходит перехожу причину мобилизации мобилизация производится мобилизация людских резервов ресурсов производится с целью подготовки страны к войне осуществлению отражения врага либо наоборот нападения и в данном ключе мобилизации конечно же производится ну я думаю заблаговременно вы все понимаете помните великую отечественную войну известно ли вам что мобилиза мобилизационные мероприятия мобилизация проводилась великой отечественной войны задолго до 22 июня 1941 года она заранее уже началась начала начали проводить мобилизацию людских ресурсов резервов но к сожалению не успели то же самое здесь другими словами посмотрев на сегодняшнюю картину мобилизация будет проводиться заранее заблаговременно перед каким-то наступлением либо отражением а так какие сейчас подковерные игры случ происходит что там происходит на фронте достоверно никто из нас я думаю не знаю и в зависимости от их ты мероприятия их то агентурных сведений каких-то шпионских сведений недавно даже замминистра арестовали по слухам говорят что его не за взятку арестовали а за откровенный шпионаж не знаю правда это или нет но в любом случае но информация которая влияет на мобилизацию мы откровенно никто из нас не обладает я это тоже самое когда куриц забивают на убой перед убоем их помещает клетку откармливают и они думают наверное по костным признакам нет и сегодня солнышко светит сегодня их привезли что-то моют наверное сегодня не должны забить а просто-напросто мясник идет и у него покупатель подходит к нему покупатель допустим или приходит заказ какой-то извините за такой кровожадный пример не хочу никакой животных страданий кто-то приходит какой-то заказ на курица о чем курица конечно же не знает извините за такое сравнение и приходит мясник и просто лишает курицу жизни из-за чего если располагали ли курица информации что именно в этот день ее лишат жизни я думаю нет по косвенным каким-то признакам каким-то другим признакам ананбула думала что она еще наверно боджи жить и радоваться до люди исчезают до люди куда-то уходят на фронт просто не люди а курица исчезает но в конечном итоге от курицы не зависит и курица никто не будет говорить то вот какую-то информацию которая влияет на мы на то когда курица лишится жизни то же самое источник из мобилизации населению не в медуза не риа новости никакие другие новостные источники но не вообще новости рбк там 1 канал 2 канал другие какие-то новостные агрегаторы telegram канал не будут сообщать информацию которая влияет на мобилизацию извините но это так причина этому потому что они сами не располагают этой информации никто не будет говорить по новостям причины которые влияют на мобилизацию а причины вот я уже описал какие могут можно предложить можете написать комментариях какие еще причины могут влиять на мобилизатор и еще дополню это видео к тем утверждением точнее опровержением утверждения что мобилизация не проводилась и не про сейчас потому что тема не готова система электронных повесток не готова все давно уже ребят готова я уже давно ждет своего часа просто-напросто не поступила отмашка просто-напросто вообще в целом система повесток система вообще призыва на мобилизацию давным-давно уже готова она эта система ни один век уже существует и эта система даже в бумажном виде даже в электронном виде она если понадобится государству она она прекрасно будет функционировать она в любом даже перебоями с проблемами они она будет функционировать все давно уже готова и не нужен думать что мобилизация не объявлялась из-за того чтобы старство не готово проведение мобилизации все давно уже готово просто-напросто не поступало отмашки просто-напросто государства пока не заинтересована ей пока ему пока не нужно привлекать на войну большого количества людей но когда это произойдет а понимаете смотрите по сторонам это возможно может произойти как некоторые люди мне задают тут камин пишет комментариях под моими видео то что из чего ты решил сто процентов гарантия даешь что мобилизация будет стопроцентной гарантии никто не даст даже путин не знает будет мобилизация проводится либо нет но по кому сценарию будет развиваться события одному богу известно и вероятность такая существует мобилизация будет происходить поэтому не я рекомендую всем не отдавать на откуп свою жизнь зависимость своей жизни на другим людям государством другим лицам а позабочиться уже заранее за ее страны как вы будет это делать может подписаться на мой канал и посмотреть какие предложения предлагаю какие какие вам меры и что вы можете сделать данной ситуации если вам понравилось видео обязательно поставьте лайк нажмите колокол чтобы не пропускать мои новые видео подписывайтесь на мой телеграм-канал спасибо за внимание желаю вам добра берегите себя и сохраните себя людьми сохраните в себе человеческую сущность до встречи друзья пока